МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телевизионный проект «Большие города». Наша команда преодолела тысячи километров, побывала на крупнейших заводах и фабриках страны, в уникальных музеях и мастерских ремесленников. Все, что производится, создается и творится казахстанцами, не остается без внимания нашей съемочной группы. Приглашаем и вас в наше увлекательное путешествие по городам, которые, вне зависимости от размерного признака, большие. Каждый раз, отправляясь в новое путешествие, приезжая в очередной город, посещая разнообразные и интереснейшие объекты и знакомясь с уникальными личностями, я ловила себя на мысли, что когда-нибудь в моей памяти поблекнут детали, забудутся лица. А так хочется оставить все эти трогательные моменты и яркие эмоции навсегда в своей памяти. Поэтому я решила освоить для себя новую профессию – фотографа, чтобы запечатлеть все свои путешествия на камеру. Ну что ж, начинаем писать новые страницы больших городов под пристальным взглядом фотокамеры. Наша съемочная группа отправилась изучать Карагандинскую область. И в этот раз мы посетили поселок Молодежный, который находится примерно в 70 километрах к востоку от районного центра поселка Осакаровка. Ого, миленько! Ну и сейчас все это будет на мне. А где мы находимся и что мы сейчас вам покажем, об этом вы узнаете немного позже. Без этой спецодежды мне не попасть на крупнейшее угледобывающее предприятие Карагандинской области – разрез Молодежный. И если спортянками мне помогали всем миром, то с остальным я справилась сама. Каменноугольное месторождение Борлы открыто давно, еще в конце 19 века. В начале 80-х годов были сделаны проектные проработки по увеличению добычи энергетического угля открытым способом. Угленосные свиты месторождения включают три пласта угля с суммарной мощностью 44,5 метров. Максимальная глубина залегания пластов составляет 225 метров. Угли пластов высокозольные, свыше 40% золы, труднообогатимые. Теплота сгорания сравнительно невысокая. Сырье пригодно к использованию только в качестве энергетического топлива. Основная часть продукции поставляется на энергетические станции, входящие в состав группы «Казахмыс». С начала эксплуатации разреза добыто 135 миллионов тонн угля. Проектная мощность разреза более 7 миллионов тонн в год. Когда-то на этом месте была степь, а теперь огромный карьер, где уже 30 лет добывают уголь круглые сутки открытым способом. Я отправилась на смотровую площадку, откуда открывался удивительный вид на весь карьер. О, красота какая! Ну, конечно, для того, чтобы снять всю эту красоту, нужна более мощная оптика. Ну, у меня пока такая. Я думаю, кадры здесь получатся эпичные. Да, не каждый человек побывает на таком открытом карьере. Полюбовавшись видом со смотровой площадки и сделав несколько фотографий, я отправилась в самую гущу событий – туда, где добывают уголь. По дороге вниз нам встречались огромные белазы, которые используют для перевозки сырья. Внизу орудовали экскаваторы, которые лишь издалека казались игрушечными, но, подойдя к ним поближе, понимаешь всю мощь этого гиганта. Например, этот ковш может за раз загрести до 12 тонн породы. Сегодня коллектив разреза «Молодежный» составляет 1098 человек. Работают вахтовым способом через 5 дней. Одна смена составляет 11 часов. Около 70% сотрудников – местные, из поселка «Молодежный» и окрестных сел. А 30% приезжают из Карганды и других населенных пунктов. Кстати, я впервые в жизни увидела белаз именно здесь. И, конечно, не упустила возможность рассмотреть его поближе. Скажите, пожалуйста, вот такая огромная махина, сколько у нее мощности, каких-то вот характеристик этой машины? У нас сама весит 107 тонн, но груз где-то 150 будет. И сколько? В зависимости от уголя. Уголь легче, порода чужелее. Сколько вы в день делаете таких рейсов? Рейсов? По-разному. Вот здесь, на этом расстоянии от этого экскаватора, на той подвалы, у нас где-то за смену 35 рейсов. 35 рейсов. И сколько помещается в один такой белаз? На этой породы? Да. 150 тонн. 150 тонн в один рейс. 100 тонн? 90 тонн в один метр. А интересно, какова высота, диаметр колеса? Среди 90. Вот у этих белазов, у них 3 метра высота. Ну, 3 примерно. То есть, окружаете, останавливаетесь. Здорово. Да, отворачиваете. Очень интересно. Вам нравится ваша работа? Да. А чем она вам интересна? Ну, я как-то работаю, я привык, я понимаю, это все мое. В сторону 28-го экскаватора. Устраивает график, работаю. Слово устраивает. Завораживающее зрелище. Огромные железные машины с легкостью орудуют своими ковшами, зачерпывая горные породы, как горсть песка. Потрясающе красиво. Но когда еще побываешь на таком карьере? А если посмотреть внимательно на эти слои, они очень похожи на какую-то, не знаю, кору дерева, наверное. Мне, по крайней мере, это напоминает. Или даже какой-то слоеный большой пирог. Сделав несколько снимков, мне предложили прокатиться на Белазе, чтобы воочию увидеть, как ведутся работы на карьере. В маленькой кабине не было места для большой камеры, и съемку мне пришлось вести самой. Дорога здесь, конечно, не столичный асфальт. И, соответственно, на кочках мы качались, как на волнах. У нас что, зимой, сейчас у нас круглый год, одно и то же, один график, одни и те же машины, одна и та же яма, и дороги, и так далее. Все то же самое. Единственное, ну, сегодня вот хорошая погода, и если бы шел снег, тогда чуть сложнее было бы работать, потому что погодные условия влияют, потому что открытый способ. Дождь, когда снег, дорога становится более скользкая. Ну, а так то же самое все. Утром наряд, утепку, метосмотр. Ну, как это, нас видеть, что ты давление хорошее, что ты не выпивший. Ну, получаешь у сменничка 24 часа в сутки поработать. Ну, то есть постоянно непрерывная работа идет. У нас на машине 4 человека работают. Вот я сегодня в день, потом в другой ночи придет. Мы так работаем 5 на 5 график, допустим. Опять отработал, другие заезжают, опять то же самое. Сейчас мы едем на отвал, это дальний отвал. А как стемнело, я заметила, что некоторые машины стали заезжать в какое-то помещение. Конечно же, я поспешила туда, чтобы узнать, что же там находится. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вас отвлечь на минутку? Скажите, пожалуйста, а чем вы сейчас занимаетесь? Ну, проверяем, как ребята провели техническое обслуживание на машине, для того, чтобы колеса не открутились, ничего не отвалилось. То есть, ну, нет такого своего образа контроля проводимых работ. Мы сейчас где находимся? Что это за помещение? Это помещение специально предназначено для проведения технического обслуживания, так называемого пит-стоп. Здесь проводится, как на любой машине, сердце билось, чтобы масло в машине было свежее всегда, замена фильтров, протяжка машины. Мы же никто и не хотим, чтобы на этой машине, допустим, открутилось колесо во время работы. А еще Константин поведал мне о том, что привыкает к каждой машине, как к другу, переживает за каждую единицу. Ну, надо же, казалось бы, обычный белаз, а нет, даже у этой техники и своя душа. Вот так прошел мой день на Барлинском каменноугольном месторождении. В Астакаровском районе Карагандинской области еще много чего интересного. Пожалуй, я здесь задержусь. Это была программа «Большие города». Увидимся с вами на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»